МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это у нас такое дыхание культпохода, видимо, еще от пятницы. Мы хотим еще о культуре говорить, о таких духовных, высоких вещах. Ну и, кстати, в первом части у нас тоже человек, близкий к дому Витберга, очень близкий, потому что там именно находится Центр развития туризма Кировской области и директор данного центра Елена Данишенкова. Сегодня у нас в студии. Елена, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Мы давненько, кстати, тему туризма что-то не поднимали в нашем эфире, поэтому решили вас пригласить. Тем более, что повод, даже несколько поводов для этого есть. Все мы прекрасно знаем уже, что... Причем несколько приятных поводов, я бы сказал. Да, на протяжении нескольких лет традиционно проводятся у нас в стране всевозможные туристские конкурсы. И если посмотреть, там, группу ВКонтакте нашего Центра развития туризма, либо сайт visitkirov.ru, то можно проследить по новостям, что в последнее время очень насыщенно было в этом отношении. Буквально накануне, 10-11 октября, в Ульяновске состоялся региональный конкурс Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2017» Приволжского и Уральского федеральных округов. И наши туристические проекты там получили призовые места. Давайте подробнее об этом поговорим. Что за мероприятие такое и что это нам дает? Что за наши маршруты? Туристическая премия «Маршрут года» уже, в принципе, на протяжении нескольких лет так шагает бодро по стране и с каждым годом укропняется. Эта премия создана по инициативе Воронежского агентства «Регион пиар». Поддержана рост туризма, поддержана крупнотуристическим информационным ресурсом «Рата Ньюс», ну и еще рядом различных организаций. И премия представляет из себя конкурс маршрутов, которые создаются в различных регионах. Причем эти маршруты могут быть созданы как региональными туристско-информационными центрами, центрами развития туризма, так и частными туристическими операторами, частными лицами. То есть практически любые туристические маршруты, которые могут проходить по региону, которые направлены на продвижение территории, по которой они проходят. То есть, в общем-то, такой достаточно серьезный, продуманный конкурс презентации маршрутов. Мы считаем, было всего полторы сотни почти поданных проектов из 16 регионов нашей страны, а в финале оказались 117 проектов. Да, но тут суть в том, что у каждой вот этой премии существуют региональные этапы. Как раз в Ульяновске проходил региональный этап двух федеральных округов. Где-то тут еще должен состояться региональный этап федеральных округов. Там и центральный, и северокавказский, и южный федеральный округ. То есть по итогам финалисты, которые по итогам получили призовые места, либо попали в определенные списки экспертов и проходят финал, будут уже участвовать в Казани 1-2 ноября, будет проходить всероссийский финал. Такой федеральный уже, да? Федеральный, да. И мы туда попали, соответственно. Мы туда, конечно же, попали. Мы не первый год уже участвовали. В прошлом году мы тоже участвовали в данной премии. Взяли два гран-при за детский маршрут, который был разработан, Центр развития туризма, а также Туристко-информационный центр Кировской области стал лучшим по стране по результатам как раз данной премии. В этом году было подано у нас 4 проекта от Кировской области. Все 3 проекта это проекты Центра и один проект это в номинации детский маршрут подал свой проект летучий корабль туроператор. Все 4 проекта прошли в финал, все, которые были поданы. То есть все 4 проекта прошли в федеральный финал, да? Да, да, все верно. Все 4 прошли в финал. Кировская область в принципе по итогам двух последних региональных финалов маршрута года и Russian Event Awards признана одним из самых результативных регионов как раз по участию, потому что 98% проектов, которые были поданы на премии, прошли в федеральный этап, в федеральный финал. Поэтому я думаю, что есть чем гордиться. И я думаю, что на финале, конечно, это большой вызов, потому что конкуренция колоссальная. И с каждым годом прям на глазах уровень и презентации, уровень проектов растет. И вот даже если сравнивать с прошлым годом, региональный этап этого года по уровню это примерно было как всероссийский финал в прошлом году. То есть уровень значительно вырос. Скажите, регионы, в том числе наши, которые участвуют в этом и в других конкурсах, они по туристическому потенциалу примерно одинаковые? Там заведомо не участвуют такие житницы в этом отношении? Нет, нет. Или все... Нет, участвуют все регионы, нет никакого подразделения по уровню развития туризма или даже по уровню финансирования. Например, мы выходим и конкурируем с тем же Татарстаном. Мы прекрасно понимаем, что те финансы, которые вкладывает Татарстан в туризм, Кировская область себе позволить явно не может. А можем назвать порядок цифр, кстати? Честно говоря... Не, ну мы верим, конечно, что наши соседи... За Татарстан не отвечу, но могу сказать, что уровень финансирования туризма в Кировской области значительно ниже, чем в других регионах. То есть мы, конечно, общаясь с коллегами, не называем конкретные цифры, но даже по мероприятиям, по масштабу мероприятий, которые проводятся, это можно, в принципе, видеть. И по вложениям даже в презентации на конкурсе. Вот эти наши четыре проекта, которые попали в финал, можно ли о них так вкратце рассказать? Давайте пройдемся, чтобы познакомиться. Чем именно мы удивились? Ну, как я уже сказала, летучий корабль — это детский маршрут, вятская сказка. Центр на эту номинацию в этом году уже подаваться не мог, потому что в прошлом году мы взяли гран-при. Но летучий корабль представил достаточно интересную программу по итогам принятия турпоездов, которые у них ежегодно, в принципе, прибывают. Мы знаем, что турпоезды достаточно сильные, и мероприятия, которые проходят на площадке Заречного парка в заповеднике сказок, они тоже достаточно интересные. Программа представляет собой обзорную экскурсию с заездами в палеонтологический музей, в музей Дымковской игрушки. Это обзорная экскурсия. То есть это не просто они у себя там проводят, они еще и по городу? Тут именно не мероприятие, конкурс, а именно маршрут. То есть это то, как могут путешествовать туристы. И далее в данном маршруте после такого обзорного экскурса по городу это уже программа непосредственно в заповеднике сказок. Это детская программа. Я не знаю, если вы были там, я думаю... В заповеднике мы представляем. Наши дети точно были. Вот, и я думаю, что дети были, могут сказать, что всегда отзывы достаточно восторженные, потому что квесты, которые делают на этой площадке, мне кажется, интересны и взрослым, и детям. Что касается проектов центра, было подано три проекта. Это новые проекты, которые были созданы центром. Первый из них это маршрут, так называемый маршрут Дымка. Это маршрут, который, я надеюсь, со временем станет неким брендовым маршрутом нашего региона. Он полностью связан с дымковским промыслом и является своей целью показать то, как дымковский узор, как дымковский промысел входит в современную жизнь нашего города, где он проявляется, как можно с ним столкнуться. То есть это в течение такого вот целого дня погружение в дымку, во все ее проявления. Вот отчините, пожалуйста, когда состоялось рождение этого маршрута? Рождение этого маршрута в том виде, который мы представляли, состоялось совсем недавно. Он буквально был придуман где-то летом этого года, потому что вариации были. То есть любой маршрут мы представляем, представляет собой некий конструктор из определенных элементов, и он выстраивается уже непосредственно в маршрут. И вот данный маршрут уже был создан в том виде, в котором был представлен, например, вот этим летом. И был уже ориентирован на достаточно широкую целевую аудиторию, в том числе на молодежь. Нам вообще интересно, чтобы в маршрутах и в путешествиях по области участвовала молодежь, потому что категория населения активна. И, к сожалению, меньше всех, наверное, знает про туристический потенциал нашего региона. А давайте сейчас именно в практической плоскости. Я уверен, что многие слушатели впервые слышат название «Дымка» в применении к туристическому маршруту. Ну, я просто хотел еще перед этим спросить. Вот смотрите, вы говорите, проект был создан этим летом. Он уже обкатан был этим летом? То есть его уже реальные люди проходили, смотрели? Или это только еще пока задумка? Полностью. Вот в таком виде, который презентовался, нет, он не проходился. Монтог тестировался с сотрудниками туристко-информационного центра. А определенные элементы данного маршрута, конечно, уже были опробованы. В принципе, известно. Они, в принципе, могут быть сделаны. Полноценно это его рождение. Когда состоится все-таки? Когда можно записаться? Когда сможет поучаствовать? Я думаю, что мы эти маршруты постараемся запустить со следующего года. Что же в новом туристическом сезоне? Да, я думаю, что в новом туристическом сезоне, потому что все равно это еще моменты договоренности, моменты осмечивания данного маршрута. То есть нам еще тут необходимо все просчитать, потому что мы не туроператор, центр все-таки. Мы не имеем права оказывать туроператорские услуги, мы имеем право оказывать только экскурсионные услуги. Поэтому тут, чтобы все было гладко, мы все продумаем, просчитаем. Я думаю, что в следующем году... А этот маршрут именно такой сезонный, скажем так, где-то весенне-летний, либо он может быть круглогодично? Я бы сказала, что в принципе можно и круглогодично, но эффектнее и интереснее он будет летом. Потому что многие элементы как раз этого маршрута подразумевают под собой некие небольшие фотосессии. Поэтому всегда красивее, когда летом, когда насыщенные цвета. Поэтому я думаю, что летом будет эффектнее. Но как это организационно-то планируется? Вот человек приходит в Центр развития туризма Кировской области, выбирает тур «Дымка» и дальше по этапу. Что касательно таких маршрутов, то тут это будут все-таки групповые маршруты, потому что индивидуально это все-таки будет дороговато. Потому что подразумевается и транспортный. То есть это, скажем так, автобусно-пеший маршрут. Поэтому тут на индивидуальном... Нет, конечно, любой каприз за ваши деньги, это всегда понятно. Но все-таки выгоднее будет собирать группы. Может быть, просто люди индивидуально будут записываться, возникнет группа, скажем, какая-то. Да, может быть, возникнет группа. С другой стороны, всегда можно прогуляться индивидуально. Ну, тут всегда у каждого свои возможности. Но мы все-таки считаем, что это групповой тур, который можно совершать, например, в течение выходного дня. Стоимость, другие моменты пока еще неизвестны? Пока нет, пока еще не готовы озвучить стоимость данного тура. Я думаю, что это уже ближе к запуску проекта. Так, мы только еще два маршрута осветили из четырех, которые были представлены в Милеорусске. Тем не менее, прерваться нам уже пора. Пора. Пора нам минут на 40. Секунд на 40. Продолжаем нашу беседу с Еленой Данюшенковой, директор Центра развития туризма Кировской области. Четыре проекта, в том числе три из них, разработанные центром, заняли призовые места на Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Состоялась она недавно в Ульяновске. И мы вышли, вернее, в финал. А финал пройдет в первые числа ноября уже в Казани. Итак, «Вятская сказка», «Дымка». Давайте два еще проявляем. Еще два маршрута. Еще один маршрут у нас был создан совместно с предприятием по производству игрушек «Весна». Так называемая номинация. Существует в этой премии маршрут на действующее производство. Уточним, какое производство. Производство игрушек «Весна». Ну, понятно, уже было. Да, фабрика «Весна». Можно, в принципе, куда угодно. На самом деле у нас многие предприятия проводят экскурсии. Но фабрика «Весна» очень живо откликнулась как раз на наш призыв. И это очень здорово, потому что экскурсии на фабрику проводятся еще с советских времен. Там потрясающий музей, достаточно интересная программа, что, собственно, и было оценено членами экспертного совета. Это вот туда, на Красноармейскую, да? Да, все правильно. Нет, когда я был младшим школьником, это был еще конец 60-х. Николай уже не первый раз об этом говорил. Мы туда ходили. До сих пор помню запах вот этого производства пластмассового. А там, когда проходишь мимо здания «Весны», вот по улице Красноармейской, заглядываешь туда, и такая оторопь берет. Там запчасти, куколы, руки, ноги. В подоконнике головы лежат, руки, ноги так классно вообще, да. Ну, маршрут, на самом деле, очень интересный. Мне кажется, что детям вообще посмотреть, как вообще создаются куклы, как они выходят с конвейера, мне кажется, это очень интересно. Плюс мастер-классы. Сами по себе куклы «Весны», они тоже призовые места все время занимают. Куклы, да, если я не ошибаюсь, по-моему, фабрика «Весна», она осталась единственная, которая производит вот эти вот куклы, такие вот еще наши родные, которые мы все помним еще с советских времен. Но они довольно сильно изменились. Они изменились. Они гораздо интереснее стали, сложнее. Да, ну, одно, можно сказать, куклы действительно красивые, они действительно пользуются спросом. И зачастую мы, в том числе, как Центр развития Турина, показываем данные куклы как некий сувенир региона, и он действительно пользуется спросом. Вот, и что, собственно, было отмечено как раз с экспертным советом, что действительно это интересно, действительно, как бы кукольное производство, такого еще ни разу не было заявлено. В основном это производство, например, там в кузнице, либо какие-то промыслы, то есть это вот какие-то маршруты вот на такие производства. А здесь промышленное предприятие, да. Ну, грех было бы не воспользоваться. Да, то есть мы единственные из регионов заявили действительно вот такую вот экскурсию на промышленное предприятие. Остальные заявленные были уже больше так по народным промыслам и так далее. А этот маршрут только вот конкретно по предприятию или что-то еще есть? Нет, это конкретно по предприятию. У них же еще в Собоском цех есть. Нет, это именно конкретная экскурсия на предприятие. Это предприятие, там мастер-класс, некий интерактив, который происходит на предприятии. Вообще, как предприятие в состоянии принять группы туристов, кого они принимают. Кстати, между прочим, на фабрике «Игрушка весна» не только на русском проходит экскурсии, но и на английском языке для иностранцев. Что на самом деле для нас, как для Центра развития туризма, в том числе было сюрпризом и очень на самом деле приятно. Хорошим таким сюрпризом. Да, это очень приятно, потому что мало кто может похвастаться экскурсиями на английском языке. Это на самом деле здорово. То есть, в отличие от дымки, вот этот маршрут, он вполне уже действующий. Да, он действующий. Любой желающий может туда попасть на экскурсию на весну. Да, то есть, можно позвонить, получить экскурсию либо с мастер-классом, либо без мастер-класса. Там есть опции. Ну и третий маршрут, тоже такой пока еще частичная идея, это маршрут «Вятка театральная». Мы попытались соединить экскурс по нашим трем театрам. Это театр «Кукол», это театр «Анаспаска» и драматический театр. Совсем недавно драматический театр презентовал как раз на Дне туризма свой драматур. Это достаточно интересная экскурсия по закулисью театра. Как оказалось, в драматическом театре совершенно потрясающий музей, в котором представлены и различные экспонаты, спектакли, костюмы, гримы. То есть, совершенно невероятное, на самом деле, ощущение было, когда мы туда попали. Даже я, честно говоря, не знала, что там есть такое. Экскурсовод тоже совершенно потрясающий, знает такие истории про провинциальный театр. Мы провели там, наверное, больше двух часов. А кто это проводил, напомните? В драматическом театре. Именно драматический театр? Да, драматический театр проводил. Мы посмотрели и малую сцену. На самом деле, тоже достаточно много интересных историй связано с малой сценой, с постановкой спектаклей на малой сцене. Ну и, конечно, посещение костюмерное. Это вообще отдельная история. Это очень интересно. Тем более, возможность пофотографироваться в театральных костюмах. То есть, такое очень интересное, необычное. Как выяснилось, ни в одном из регионов таких маршрутов, таких экскурсий нет. То есть, все три театра готовы на таком уровне принимать людей? Показать им свое закулисье? Ну, драматический театр точно готов. Наскукальный театр, я точно знаю, что тоже проводит экскурсии. Там есть музей, там еще потрясающая инсталляция арт-механика. То есть, тоже есть что посмотреть. Но с театром на Спаске еще такой процесс переговоров. Но я думаю, что им тоже есть что рассказать, что показать. Тем более, путешествуя между этими театрами, мы проходим по историческому центру города. И гуляем, и захватываем еще и другие достопримечательности, что, соответственно, тоже плюс данному маршруту. То есть, помимо посещения театров и закулисья, мы еще знакомимся с историей нашего города. Завершение этого маршрута неплохо бы еще и на спектакль всех. Да, кстати, вот вы прям с языка сняли, потому что перспектива этого маршрута, перспектива развития. Очень бы хотелось, чтобы после этого маршрута завершением был вечерний спектакль в одном из театров. Театры сразу бы охотнее откликнулись на вашу инициативу. Там ползала зрителей бы сразу привели. А вот как раз мы с Драматическим театром обсуждаем перспективу развития данного маршрута. Когда полноценная реализация уже этого маршрута планируется? Тут будет зависеть от того, как мы договоримся со всеми театрами. Но я думаю, что тоже все эти маршруты запустятся уже в следующем туристическом сезоне. На кого рассчитаны будут? Тоже на широкую публику? Да, тут достаточно широкая публика, потому что и взрослым, и детям интересно посмотреть за кулиси театра. Понятно, что тут не совсем малыши, наверное, трех-пяти лет, а дети, когда уже постарше, когда уже понимают театр. Ну так, наверное, со среднего школьного возраста, когда уже детям становится интересно. И, в принципе, семейная аудитория подходящая. Опять же, молодежь. Очень хотелось бы, чтобы пошла молодежь. Молодежь приобщилась не только к истории города, но и к театральному искусству. Тем более, что и наши театры активно работают над привлечением молодежи. Я знаю, что проходят акции театра, это модно, запущенное драматическим театром. Поэтому я думаю, что все в сочетании будет достаточно интересно. Здесь у этих маршрутов, что вот на кукольную фабрику, что в театре, вот еще такой профориентационный момент. Здесь как бы люди еще могут, особенно молодые, походить, посмотреть, а может быть и свяжутся с этим делом. Да, в эту сторону, как-то думать будут, в качестве профессиональной деятельности. И вот когда вы, Елена, презентовали все эти проекты, узнали о них коллеги из других городов, вот их реакцию. Хотелось бы узнать. И с вашей стороны, вам что особенно понравилось? Вы смогли их удивить? Судя по результатам, удивить смогли. Потому что экспертный совет представляет из себя достаточно разношерстную аудиторию. Это и туроператоры, это и СМИ, это и эксперты в области пиар, в области маркетинга. То есть очень разносторонняя оценка получается. Да, оценка получается очень разносторонняя. Конечно, что касается маршрута, наверное, основное мнение – это мнение туроператоров, которые по этим маршрутам возят, которые берут в свои пакеты. Либо не берут. Либо не берут, да. Насколько это продаваемо. Да, насколько это продаваемо, насколько это нет. Интересует туроператор. Да. Судя по обратной связи полученной, маршруты действительно интересны, они необычны. Конечно, были сказаны свои замечания, что добавить, что дополнить, как работать лучше с туроператорами. Да, были получены некие корректировки, но тем не менее. Это ведь полезная корректировка. Это, конечно, ради чего, собственно, и происходит участие в таких премиях, чтобы получить качественный какой-то фидбэк от профессионалов отрасли, рассказать о себе профессионалам отрасли. Можно на самом деле маршруты скорректировать так, чтобы идеально стали. Конечно, конечно. Ну и очень приятно было услышать от других регионов, что они готовы и хотят равняться на Кировскую область, на то, как активно мы работаем, на то, как работает наш туристский информационный центр, центр развития туризма. То есть это все было, конечно, очень приятно слышать, но почивать на лаврах, конечно, рановато. Впереди еще и финалы, и предстоит все равно, в любом случае, огромная работа. Поэтому, ну, тем не менее, ощущение, конечно, приятное. Что подарили-то вам? Что вручили в Ульяновске? Нам вручили дипломы. Дипломы? Да, нам вручили. Ваш тоже скоро в музее уже будет с дипломами. У нас, на самом деле, в доме Витберга уже есть так называемая стена. Уголок красный. Да, красный уголок. Там как раз висят наши дипломы с различных премий, потому что в премиях мы участвуем где-то, по-моему, с 14-го. Создание центра. Ну, создали в 13-м. Ну, примерно. Да, да, да. В 14-м мы уже заявлялись. Да, у нас есть свой уголок с наградами, и очень приятно, что он все время пополняется. Денег не дают, в общем. Ну, нет, денег не дают, но на самом деле есть плюсы. Это... Нет, но здесь же все равно общение с теми же туроператорами. Общение с туроператорами, общение с другими регионами. Это возможность рассказать о Кировской области другим. Да какие-то контакты просто завести, да. Ну, пока мы не начали участвовать в этих премиях, но про Кировскую область в основном был вопрос. Это что? Вот Киров, это в Калуге. Да. Районный центр Калужской области. Да, районный центр Калужской области. После участия в премиях, как бы, о Кировской области заговорили, то есть это перестало быть белым пятном на такой туристической карте нашей страны. Поэтому тут, как бы, достаточно большая польза от участия в данных премиях. Я же рассказывал, они подарили в Питере календарь, такой красивый, значит, с картой северо-запада России. Там мы в Вологодской области располагались. Ну, вот. Ну, вот такое было знание о моем городе, да. То есть даже не в Калужской, где он реально есть, а в Вологодской области нам подсоединили и все. Благодарность нужно вынести авторам, картам, составителям. У нас, кстати, есть опрос на сайте kirova.ru, на нашей странице ВКонтакте. Опрос очень простой. Есть такое утверждение, да, что в Кировской области и в городе Кирове нечего показать туристам. Ну, есть такое, да? Конечно. Вот мы спрашиваем, как наши слушатели к этому утверждению относятся. Они с ним согласны, либо не согласны? Два варианта ответа. Ну что, на сайте kirova.ru лидирует вариант ответа не согласен, причем с таким приличным отрывом. 70 на 30 процентов, 70 процентов не согласны. Не зря работает Центр развития призма. Ну, не только мы, но и туроператоры, туриндустрия, в принципе, в Кировской области. Да, и не согласны с этим утверждением на сайте, ой, простите, на нашей странице ВКонтакте. 55 процентов. Небольшой такой. Поменьше разрыв получился, но перевес на лицо. Сейчас у нас небольшая пауза будет рекламная. Елена Данюшенкова в нашей студии. Напоминаем, директор Центра развития туризма Кировской области. Мы еще должны пройтись по одному очень яркому событию, о котором мы не раз уже рассказывали. И еще по 10 проектам от Кировской области. Пример в области событийного туризма. Russian Event Awards. Вернемся через минуту. Развитие туризма говорим мы в нашем регионе с Еленой Данюшенковой, директором Центра развития туризма Кировской области. Кстати, вопрос хочу сейчас озвучить в эфире, который задавал еще до начала программы. Еленя, мы помним, что у нас официально старт есть туристического сезона, официальное закрытие. У нас в этом году уже сезон закрыт, да, вице-туристический? Это было в конце сентября. Да, в конце сентября мы провели День туризма. 27 сентября – это Всемирный день туризма. Мы его торжественно отпраздновали. Совместно с нашим опорным вузом Святого мы организовали мероприятие, в котором в том числе поучаствовали очень маленькие детки из Центра Каплионок. И также люди с ограниченными возможностями тоже получили возможность поучаствовать в мероприятии. Для них был проведен урок по туризму, а также несколько экскурсий силами ВИАДГУ. Было проведено как раз для людей с ограниченными возможностями с нарушением двигательного аппарата и, по-моему, с нарушением слуга. Антон Сергеевич Касанов проводил. Историк. Да, и на самом деле очень здорово, что эти мероприятия мы смогли показать, что туризм доступен, в принципе, для всех, и ограничений, по сути, нет. Туризм же разный бывает. Да, туризм бывает разный. Есть и спортивный туризм. Да, и все люди, в принципе, могут изучать свой город, узнавать что-то новое. Поэтому это, на самом деле, очень здорово. Я считаю, что мероприятие было знаковое. Такого у нас еще не проводилось, такого еще не было. Вам наверняка хотелось бы, чтобы это шире проходило, как можно масштабнее, чтобы как можно большее число жителей города, области об этом знали. Ну, конечно, но ведь с чего-то надо... Для многих там, вот словосочетание туризм, туристический сезон, оно вообще незнакомо, неведомо, что у нас там как-то сезон. Ну, с чего-то ведь надо все равно начинать. Не все, как бы, Рим строился не сразу. Поэтому я прекрасно понимаю, что вся работа, которую мы делаем, она не даст сиюминутного результата. Все равно результат отложенный, как и, что касается деятельности, там, в пиар, в маркетинге. Мы все прекрасно знаем, что результат может быть через год, может быть через два. И не обязательно тот, который мы ждем. Да, то есть тут ситуация та же самая, все равно количество, оно переходит в качество рано или поздно. Что касается, вот, например, также участия в премии, также это касается нашей работы. Все-таки, я думаю, что качественный результат, он виден и сейчас, и в дальнейшем. Все-таки мы будем развиваться. Единственное, что, да, вы правы, что, наверное, сейчас на данный момент ситуация такая, что про туризм Кировской области и про деятельность Центра развития туризма больше знают, наверное, за пределами Кировской области, нежели внутри нее. Но я думаю, что рано или поздно ситуация изменится, и мы будем над этим работать. Так, тоже туризировать хочется. В настоящее время у нас есть еще возможность по региону проехаться с какими-то экскурсиями? Ну, конечно, туроператоры проводят. Туроператоры непосредственно уже к ним рекомендуете обращаться? Да, да, да. Как я уже сказала, что мы не туроператоры в Центре развития туризма, то есть мы только экскурсии, а вот туроператоры, это туры, например, выходного дня, это еще какие-либо туры, это проводится. Вот пока погода, мне кажется, позволяет в этом году. Октябрь вполне такой сносный, поэтому. Я думаю, что еще можно вполне успеть. А вот как раз-таки на днях, смотрю, вашу группу ВКонтакте, туроператоры и журналисты, именно им был снова презентован туристический потенциал региона. Такие встречи ведь регулярно устраиваются, да? Да, мы стараемся ежегодно проводить информационные туры для туроператоров из соседних регионов, для СМИ, для федеральных СМИ, и презентовать некие проекты, по которым работает и центр, и туроператоры. В этом году мы презентовали маршрут в город Котилищ, так называемый динозавровый наш маршрут, динозавры на вятке. Всем понятно, почему. Да, всем понятно, почему. Ну, а что, на самом деле, я считаю, что это одна из таких основных фишек региона. Я вообще считаю, что самое главное. Да, и как бы... Я знаю, что палеонтологи, у них все-таки есть опасения, они же, они же, у них же научный там подход, это все сохранить, они же на этом... Но там ведь по имени научного есть еще и музей, есть еще и динопарк у них, они в сумме-то заинтересованы, чтобы люди туда ехали, смотрели. Конечно, конечно, поэтому... Там бы международный аэропорт построить. Да, в гостиницу Хилтон, вот туда. Да, и пару международных аэропортов в Котельниче и в Кирове. Ну, вот мы презентовали данный маршрут и также презентовали детский маршрут. Это тур по нашим развлекательным площадкам города. Это наш частный музей шоколада, мороженого. Палеонтологический музей, кстати, входит в оба этих маршрута. Это площадки Зречного парка, заповедник сказок. Это площадка Порошин, это площадка Юркин парка. На самом деле, у нас в Кировской области возможности для детского отдыха достаточно широкие. Именно для такого развлекательного отдыха с детьми. И вот данные возможности нашего региона мы презентовали туроператорам. Ну что, перейдем к событийному туризму. К событийному туризму. Потому что у нас тут, я смотрю, аж целых 10 событий. Это чуть раньше было, да? В Казани, на стыке вот сентября-октября. Здесь опять же тоже попадаем в финал, да? Да, мы попали тоже в финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Там были события, которые уже состоялись? Да. Или это тоже были проекты? Нет, это состоявшиеся события. Уже состоявшиеся, да? Да, это уже состоявшиеся события. Опять же, проект презентовали, мы презентовали как центр развития туризма. Помимо нас участвовал центр Порошина, участвовал заповедник, усадьба Ивана Царевича. И участвовали Левятские поляны со своим фестивалем шляп. Карнавал Светова, где назывался? Да, Карнавал Светова. Шляпники мы называем. Да, они сами называют «Безумные шляпники». Да, «Безумные шляпники». 10 из 11 проектов. То есть 11 было представлено? 11 было представлено всего от Кировской области. 10 проектов прошло в финал. Результат, я считаю, колоссальный. Почти 100%. Почти 100%. Особенно это приятно было видеть, когда другие регионы подают под 25 проектов, у них проходит меньше, а у нас тут так вот как раз. А там вообще всего сколько было проектов на этом этапе, на региональном? Насколько я помню, порядка 195 проектов было из двух федеральных кругов, опять же, Приволжского и Уральского. Вот 191 проект, я считаю, 191, да. Хороший результат. 5% кировчане взяли из таких регионов, да? Лучшим туристко-информационным центром стал Центр развития туризма? Да. Как и в прошлом году? Нет, в прошлом году по результатам финала мы заняли второе место. А что это вообще значит? Именно у нас лучший? Именно у нас самый лучший туристко-информационный центр в нашей стране. Именно в плане событийного туризма? Ну и, соответственно, по маршрутам тоже. А там в чем суть? Заранее уже, собственно, вот эта работа вся по оценке проводится? Либо, самое главное, презентовать хорошо так широко эти проекты? Нет, есть заочный этап подачи заявок в электронном виде. Подождите, сейчас примем звонок в скорую. Подача заявок в электронном виде ведется на сайте. Экспертный совет отбирает на региональный этап уже, на очный. И далее уже процесс презентации, презентации проектов. И по итогам презентации экспертный совет уже отмечает результаты и уже выход в финал. Так, нам тут просят звонок принять. Алло, слушаем вас. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Надежда. Надежда, немного времени, пожалуйста. Я хочу сказать, что вот эти динозавры большинству населения, они абсолютно не нужны. Вбуканы деньги, сколько там, 240 миллионов потрачено из бюджета на закупку этих фигур. И для чего спрашиваются? Вы про каких динозавров? И это является фишкой? Я не согласна. Вы про динопарк, я так понимаю, в Котельниче? Там не 240, там очень мало потрачено. Раз в 10, по-моему, там меньше. Раз в 10 поменьше, да. И небюджетное. Вы высказались, Надежда? Да, я уже сказал. Я не понял. А если это не 200... Если про Динкин парк, то это вообще частные мероприятия? Юркин парк, это частные мероприятия. Частные мероприятия. Считать чужие деньги, мне кажется, не стоит. Да нет, это как бы право любого участника. А бюджетные деньги, насколько я знаю, в каких динозаврах-то? Я что-то, честно говоря, не понял. Насколько я помню, что Котельнический динозавр парк был построен на грантовые средства. На грантовые средства? Да, да, да. Два этапа покупали. Там бюджетный нет. И очень скромная сумма. Порядка 10-15, может быть, для такого мероприятия. Очень скромная сумма. Так что это вот слух. Не покупали у нас таких дорогих динозавров. А, кстати, как коллеги из других регионов, к нашей вот этой палеонтологической теме-то относятся? Ну, на самом деле, тоже по-разному. Что подсказывают? Тоже по-разному относятся. Кто-то считает, что это действительно фишка. Но мы уникальны в этом отношении? Да, мы действительно уникальны в этом отношении. Действительно, мы в мировом масштабе уникальны, надо признать. Но тут, мне кажется, что еще все равно есть некий такой барьер. Не знаю, может быть, это такое в сознании. То, что это может быть интересно в том числе и туристам. Это не только научная тема, не только околонаучная тема. Она может развиваться и в сторону развлечений, и в сторону туризма. Не все, конечно, разделяют это мнение. Но большинство считают это достаточно интересным и достойным развития, достойным продвижения. Если поговорить еще о планах работы нашего центра еще в конце этого года, что ждет нас впереди значимого? Ну, помимо двух финалов предстоящих. Понятно, что дело. Удачи вам в первую очередь. Спасибо большое. Первого, второго ноября в Казани. Спасибо большое. Будем стараться. 10-11 ноября Кировская область в достойной чести принимает всероссийский финал конкурса «Туристический сувенир». Еще один финал. Да, в прошлом году проходил региональный этап. Кировская область принимала. И в этом году мы ждем производителей туристических сувениров из 38 регионов нашей страны. Будет порядка 300 сувениров различных представлено. Приедут эксперты. И вот будем наслаждаться тем, что представят производители сувениров. Причем это не только народные промыслы. Поясните, практическая польза этого в чем? Практическая? Что мы можем выиграть? Как регион. Как регион, да. Как регион это площадка общения для профессионалов туротрасли. То есть любой сувенир это часть процесса туристического бизнеса, часть взаимодействия с туроператорами, с конечным потребителем. То есть это часть туристического маршрута. Это очень важная часть на самом деле. И появляется возможность у наших туроператоров, у наших производителей пообщаться с коллегами, у коллег пообщаться друг с другом, получить некий опыт, провести некую деловую программу и обсудить, каким образом действительно региону может быть полезны производители туристических сувениров. Каким образом это может быть интересно. Вот именно это мы говорим о сувенирах. Сувенирной продукции. О сувенирной продукции. А не о тех предприятиях традиционных, которые для нашей области. Микровщики, что-нибудь еще. Сувениры бывают совершенно разные. Они могут быть разные. Это любая вещь, которая напомнит тебе об этом регионе. Это может быть все, что угодно. Это могут быть и гастрономические сувениры. Это могут быть сувениры территории. Это достаточно широкое понятие. Это может быть народный промысел, например. Это может быть что-то современное, новодельное, современное. Придумали какую-то фишку, запустили и она пошла. То есть это туристические сувениры, это целая индустрия. Вокруг них в том числе и строятся мероприятия, вокруг них строятся маршруты. Поэтому это очень приятно, что Кировская область отмечена, что достойно принимать такие премии, такие конкурсы такого масштаба. 10-11 ноября. Да, 10-11 ноября. Где это будет проходить? Это будет проходить в банкетном зале «Вятка». Места много. Места много, да. Спасибо, завершается первый час «Мужского понедельника». Благодарим нашу гостью Елену Данюшенкову, директор Центра развития туризма Кировской области. Всего доброго, удачи вам. До свидания.